Набор цветов самообычный. Основные цвета. Желтый, синий, красный. Обычными цветными мелками студент-программист ДГТУ осваивает 3D-графику на асфальте. Игорь называет себя Мадонари. Так 400 лет назад назвали уличных художников, рисующих объемные изображения Мадонны. Первым объектом его творчества должен был стать смайлик в подарок другу ко дню рождения. Но помешала погода. Дожди помешали. Но зато начал отрабатывать технологию юного рисунка. Понравилось внимание. Понравилось радовать людей. Понравилась их благодарность и радость. Решил не останавливаться. Без остановки Игорь стер килограммы мела. В институтском парке появлялись то фламинго, то гигантские бабочки. А однажды с его легкой руки вернулась Персифона с картины Фредерика Лейтона. Рисунок Мадонари оригинален тем, что с определенной точки выглядит объемным. Секрет Мадонари в обмане зрения. Создать такой обман можно с помощью компьютера. Открываем изображение. Немного работаем с перспективой. Эскиз готов. Осталось самое сложное – перенести изображение на асфальт. Объемность картинки лучше всего передает фотографии. К тому же на асфальте такому полотну жить недолго. Вот подарок ко дню рождения подруги. Но даже у такого тортика есть срок годности. Через пару дней он пропал. И дело не в дожде, а в культуре восприятия. Где-то половину не замечают. Наступают, проходят, проезжают, растаптывают. Все в следах на следующий день. Неприятно. Потому что для них стараешься. Но чаще картины собирают зевак, вызывают восторг и приносят хорошее настроение. Кусочек лета в нашей осенью. Ветреную погоду. У меня даже, не знаю, в голове не возникнет мысли, чтобы пройтись по такому. Тем более, учитывая то, что человек старался, как вот, тем более, при погоде, при жаре. Очень приятно, там, сдавая зачет или экзамен, как бы настроение, подбадривая самого себя такими, как бы, изображениями. Первый раз вообще это увидела. Мне безумно понравилось. Даже подошла узнать, что он здесь делает, как, что. Супер. Он же показывал на рисунке, прям копия. Да, рисунок. Главное, чтобы дождя не было, на самом деле. Мы будем за него молиться, чтобы дождя не было. А то все смоется, жалко. Два дня работы, несколько коробок мела и серфингист оседлал волну. Браздить асфальтовые воды он будет меньше недели. Зато надолго останется на фотографиях прохожих. Лидия Шамкота, Герфатахов Юлия Волкова, РЕН-ТВ Ростов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова